МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. В студии Сергей Манько. Витаю вас с весеннего выпуска. Со святом любая Айчина сотни тысяч джихоров Минщины приняли удел у святкования Дня независимости Краины. Витаю вас с друзьями, словно чистый воздух, вы нужны мне друзья. Самые яскрабые моменты святого материала Элеонора Лутовича. Долгочаканная прохолода с навальницей и ураганом. На Минщине больше за 300 насильных пунктов потерпели от моцного ветра и дождя. Каникулы с комфортом, оздоровленшие летники на Минщине набывают новый выгляд. Закупается спортивное оборудование, закупается оборудование на пищеблок. Все-таки это не только солнце, воздух и вода, но также питание. Сотни тысяч джихоров Минщины приняли удел у святкования Дня независимости Краины. Насыщенные культурные программы 3 репеня сдевляли усе районы в области с ранницы до позднего вечера. Самым кренальным моментом Дня Республики стала традиционная акция «Спеваем им на разом». Тысячи и миллионы белорусов вышли на площадь и улицы Городова и злились в один и хор родной Краины. Самые яскравые моменты свята в материале Элеонора Лутович. 3 липеня – день вызволения Беларуси от немецких захопников. День Республики – день незалежности, коли стираются межи помеж минулым и сучасным. Этот праздник, конечно, для меня очень важен, для всей нашей семьи. Во время войны у меня у мамы всю семью немцы расстреляли. Одным из первых парад святочных мероприемств на Минщине открыл Червинский район. Урочистая шесть – одно из наипригажейших мероприемств в Дня незалежности. Есть, чем гонориться и, ответственно, есть, что показать. И лепшему по вынику минулого года в области району для ведения бизнеса. У Червини под аплодисменты публики и гуги музыки в святочном порыве на улицах танчила новая техника. В свой особливый отказ столицы, местовый парад досягнений у сельской господарки, промысловости, навыки и культуры не покинул обыяковым не только Шихаров, а и гостей Червини. А какие люди у вас хорошие! Вы знаете, я всегда восхищалась добродушием, дружбой белорусского народа. Впечатлений много-много-много. И все эти впечатления мы повезем в Россию, в наш королев. Спорт и досягнение атлетов золотыми литрами, описанные в истории Украины, так само не застались без уваги. Натхнившись выступом будущих зорочек Олимпу, шматрозовая чемпионка паралимпийских гульня у Людмила Ваучук навод на свете знаходит час для хваливания. Сейчас все и покажут Олимпиаду Бразилии, на что спасут наши спортсмены. Мне лучше сейчас не подпускать телевизор, потому что я очень эмоционально все воспринимаю, все выступления. Житница Синявока и Минская в область духмянным караваем и гостей с устрока и своих земляков удивляет. Уражливых померил торт, изробленный на радость жихарами гостям города. Поспробовать, конечно, не отремалось, а холодным на хлебосольной меньшине никто не застался. Крамы на колах на протягу света в Андровале по всех регионах. Мне без вас нельзя, словно чистый воздух, вы нужны мне друзья. Не заслались без уваги намечения и выступы зорок белорусской эстрады. Ширые слова со сцены у адрес хлебороба, у працовников сельской господарки и промысловости не могли не крануть людей золотыми, как житневый колы с руками. Черно-белые фото с дымки и замалевки, собранные с нагодой света на выставе под открытым небом, годные особливой уваги. Вот это вот очень много, о чем мне лично говорить, потому что мы с мужем здесь не встречались, и сюда ходила молодежь. За 25 годов незалежности у Березино сразумела, как и у кожным с куточков синявокой многое изменилось. Как молодея на вочах родных город, разом с иншими же хорами, вось уже не одно десяти година Зирая и Татьяна Бондарчик. И деток своих уже порастило, и внуки, просто пришли гулять. Селяются новые дома, как говорится, вот там на шасси у нас красиво все построено, вот частный сектор люди строятся. Новое поколение растет. Не было бы хорошей ситуации в стране и не решился бы, возможно. Самым кранальным моментом Дня незалежности стала традиционная акция «Спеваем гимн разом». Тысячи и миллионы белорусов вышли на площадь и в улицы городов Кабгучная вечно живи, и к витнею Беларусь прокатилась орехом во всей Украине и обовязково справдилась. Элеонар Лутович, Владимир Слиш, Алексей Клупан, Каминщина. Веншавание со святом на передней непосредственно в День незалежности у адрес Беларусу летели с разных кутков света. Они ховали уражения у не только замежные сябры, которые добрые ведут в нашу краину, а и ты, кто открыл для себя Беларусь в першиню. Высоких гостей на Минщине в этой дне сустракали в многих районах. Курортная мядерщина не стала выключением. Это, правда, очень значительно для Республики Беларусь свята. Президент Индии накировал свои веншавания вашему народу. Я не могу не долучиться, тем больше, что я, як посол, заявляюся часткой життя вашей краины. Независимость – это такое, я не назову его в одном слове, но это чувство, это гордость, это свое самостоятельство, свою идентификацию, свою личность. Когда страна говорит о независимой, это должен быть общенародной гордость. Я поздравляю всех беларусов, поздравляю правительства, которые держат эту независимость на высшем уровне. У гэтый день я бы хотел пожидать вашей краине не зворошивать со шляху становления и незалежности. И, конечно, я сподяюсь и упевнен, что дружба помеж Италии и Беларуси с каждым годом будет только мацнеть. До других тем, похолодание, что пришло на смену рекордной спякоти, означилося дождями и эмоционным ветром. Увы, некубор за 300 населенных пунктов на Минщине потерпели на больнице. Без электрозависпечения понулися фермы, адвокацийные установы. Отключение электричности добылись и у Вилейским, Копыльским, Логойским, Минским, Молодечинским, Пуховицким и Смолевицким районах. Могутный ветер пошкодил 11 будинков на Столбцовщине, Пуховщине и Копырщине. Ремонтные бригады зараз накрываются в дахе новым шифером, едки отновляясь подачу святла у потерпелые населенные пункты. Напору шквалистого ветра, видать, не вытрымала водонапорная вежа, размещенная на территории молочно-товарной фермы Поповцы у Копыльским районе. Десятиметровая металличная конструкция упала побоч сельскохосподаршими побудовами. Вежа оселковала водой пять будинков ферм, однако на працу комплекса надзвычайное сдарение не поуплывало. Сопрацовниками и серегаспродприемства организованный подвоз воды обошлось без потерпелых. Каникулы с комфортом. Оздоровленные летники на Минщине набывают новый выгляд. Место отпочинка в каждом районе обсталевываются на новой техникой, набываются и новый спортивный инвентар. Великая увага обеспечить детей. Затем, как летний отпочинок не сапсоварен, не сочет с не только работниками милиции. Так, в Стародорожском районе у летнику усталевали камеры на зеране. Погулях только четыре, а репильная в око техники уже стала надеянным допоможником у супрацовника Маховы и вожатым. На рыцаре камеры на зеране не один обновление, которое маусюлит Стародорожский летник. Закупается спортивное оборудование, закупается оборудование на пищеблок. Всё-таки это не только солнце, воздух и вода, но также питание. Буквально завтра нам обещали, что привезут новое музыкальное оборудование. Дети могут показать свои таланты, а без оборудования, конечно, это не очень. То, что отпочинок у летниках стал не только корыстным, а и сучастным, а еще больше привабливает детей проводить каникулы не дома перед компьютером, а у дружной компании одногодок. Сам 6 лет езжу в родничок. Люблю проводить время на дискотеке, играть в футбол. Брат младший, ему 9 лет. Ну, решил вытащить с собой, что дома сидеть. Я очень люблю родничок. Это самый лучший лагерь в мире. Репортажи эфирной виды у всех программ «Любый час» доступны на сайте ctv.byuva и на YouTube-канале «Старишна Гэтэребачене». Заходьте, влядите, подписывайтесь. А на этом у меня всё. Доброго вам настрою. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова